Всем привет! Сегодня в этот прекрасный морозный денек у нас продолжается рубрика «Что же я нашел на авито?». И сегодня это советская этажерка. Приятного просмотра! По сути, от нее мне понадобится лишь только каркас, сами эти стоечки, потому как вся фанера здесь не в очень хорошем состоянии, так что ее, думаю, будет проще заменить. А пока что надо понять, как она разбирается. Вся конструкция собрана на вот такие палочки. Интересно. Ну, частично разбирается. Я так понимаю, в принципе, эти палочки можно и отрезать, их все равно придется рассверливать, наверное. Как я уже сказал, этажерку я нашел на авито. И на фотках она выглядела неплохо. Но когда я звонил продавцу, он сразу сказал, что готов торговаться, потому как одну из полок этажерки уже успели испачкать краской. Но мне это только на руку, полки все равно придется менять. Кстати, выбор стоял еще и между похожей этажеркой, только с достаточно большим шкафчиком внизу. Но все-таки выбрал первую версию, так как ее будет переделать проще. Большинство стоек сидит крепко, так что легче их распилить там, где подлезает пила, а остальные выламывать или выгрызать. Итак, каркас разобран. Теперь нам осталось его зачистить от лакокрасочных покрытий. Это будем делать на щетке от Детера. Посмотрим, как она справится. Ну, если кортко, то вполне справляется, но не так, чтобы быстро. Возможно, стоило поставить зерно покрупнее. В общем, думаю, стоит попробовать другой способ. И первым делом, наверное, попробую закрепить элемент в дрель. Так. И начиная с 60 наждачки, заканчивая 180. Ну все, до завтра. Я, кстати, думал, что пошутил, но, как оказалось, действительно провозился до самого вечера. Субтитры сделал DimaTorzok На каретке я отторцевал и привел к единой длине все стойки и отправился на ЧПУ фрезеровку корпуса. КОНЕЦ Каркас для ящика я собирал на клей и пневмопистолет. Это конкретно дно и боковые стойки. А крышку я посадил на клей и шканты. Ящик из соснового щита и ДВП на дно. И уж не стал его пендриваться и поставил самые дешевые направляющие. Я уж не знаю, что за древесина пошла для фасада ящика. Это может быть ольха, может липа, но определенно точно рисунок получился отменный. Оставлять прямоугольник немного скучно, так что накидал простенький объем и запустил ЧПУ. Ну а пока ЧПУ работает, я покрою все элементы маслом для мебели от фирмы Maslo. И чтобы автоматизировать процесс, я воспользуюсь шуруповертом. Музыка 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 Сборку каркаса буду производить на такие же палочки, ну или нагели. Как такие сделать, будем размышлять уже в следующем ролике. Из-за того, что все отверстия плюс-минус разные, какие-то входят плотно, а какие-то и вовсе болтаются. Так что обильно смазываю клеем ПВА и стягиваю, как это возможно, струбцинами. Музыка Музыка В этот раз я поставил шаг фрезы где-то в 12% и результат просто отличный. Я буквально по разу прошелся датыровскими щетками со 120 зерном и все, остается покрыть маслом. Но этажерке не на чем стоять. Из того же непонятного материала, что сделан фасад, я склеил небольшой щит толщиной 30 миллиметров и на ЧПУ вырезал 4 ножки. Музыка 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну а на этом вроде как все Пишите в комментариях, как вам моя переделка И если видео вам понравилось, то ставьте лайк Подписывайтесь на канал И увидимся в следующем ролике Пока Субтитры сделал DimaTorzok